Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Канал Культурал и я, Алексей Гончаров, не останавливаемся в своем стремительном забеге к вершинам исторического просвещения. Этим роликом мы начинаем новый большой цикл всемирной истории. История новейшего времени. Мы будем говорить о двадцатом и начале двадцать первого века. Это всемирная история, то есть история в первую очередь зарубежных стран. История России соответствующего периода у нас подробно освещена в курсе истории России. Я не знаю, когда мы закончим этот цикл. По предварительному плану у нас 38 роликов, которые мы будем публиковать по мере их готовности. Но надеемся, что к концу текущего календарного года этот цикл будет закончен. И тогда мы можем поставить жирную точку в нашем глобальном проекте. Мы создадим полный курс видео уроков для школьников по всемирной истории. А курс по истории России у нас создан уже довольно таки давно. Наши лекции по... Что за период? Новейшая история. Почему она называется новейшей? Вообще-то это название придумали еще в двадцатом веке. Как раз для вот этого века, который один поэт назвал Век Волкодав. В Советском Союзе, когда я учился в школе, новейшая история начиналась с 1917 года. С Великой Октябрьской социалистической революции в России. И в этом был свой резон. Потому что Великая Октябрьская социалистическая революция привела к возникновению первого в мире социалистического государства, государства рабочих и крестьян. И это является важнейшей вехой в истории человечества. Потом, по примеру Советского Союза, Советской России, стали возникать и другие социалистические государства. И некоторые из них существуют до сих пор. С другой стороны, в современной историографии принято считать окончанием новой истории и началом новейшей истории конкретную дату 1 августа 1914 года. День, когда началась Первая мировая война. Это была настолько глобальная катастрофа, в первую очередь для европейского общества, что, наверное, есть причины считать ее рубежом эпох. То, что происходило до 1914 года, период так называемого длинного 19 века, период, который резко отличался от того, что началось в Европе после окончания Первой мировой войны. Прекрасная эпоха, «бель эпох», как ее называли во Франции, для Европы закончилась. Она умерла в грязи, в крови, в снарядных разрывах на фронтах Первой мировой войны. Мы не будем мудрствовать лукаво и будем использовать ту хронологию, которая сегодня является общепризнанной, по крайней мере, для школьного курса. И начинаем изложение событий нашего цикла с 1914 года. Но сегодняшний ролик будет посвящен еще, так сказать, прологу к Первой мировой войне. Поэтому мы назовем его так «Мир на пороге Первой мировой войны». Раньше этот период в российских школах изучали в девятом классе. Девятый класс – это был период, когда изучался 20 век и начало 21-го и в истории России, и во всемирной истории. Они у нас параллельно идут в курсе. Сегодня ситуация поменялась. Сегодня у нас федеральные государственные образовательные стандарты говорят о том, что в девятом классе надо изучать век девятнадцатый, а двадцатый и двадцать первый остаются на десятый и одиннадцатый класс. С одной стороны, это хорошо, потому что десятый и одиннадцатый класс – это больше, чем один девятый, а событий, которые важны для человечества в истории двадцатого и начала двадцать первого века, было очень и очень много. С другой стороны, те, кто у нас заканчивают школу в девятом классе и дальше идут учиться в другие учебные заведения или просто работать, а такое тоже можно, лишаются возможности хотя бы на школьном уровне изучить историю двадцатого века как своей страны, так и мира. Надеемся, что наши ролики смогут им помочь ознакомиться хотя бы в первом приближении с теми событиями, которые происходили в двадцатом и начале двадцать первого века. Традиционно сейчас делится этот период таким образом. В десятом классе изучаются события от первой мировой войны, от ее начала до окончания второй мировой войны, до 1945 года. Вторая половина двадцатого века и начало двадцать первого изучаются в одиннадцатом классе. Мы пойдем точно по такой же схеме и надеемся до летних каникул закончить курс для десятого класса, а осенью сделать курс для одиннадцатого. Понятно, что в своих роликах мы будем опираться на какие-то учебные материалы. Парадокс, но для курса, который предназначен для десяти и одиннадцати классников, основной учебник у нас будет учебник для девятого класса. Этот учебник был написан историком Александром Шубиным. Это учебник «Всеобщая история. Новейшая история». Сегодня многие наверняка слышали про то, что Россия переходит на единый учебник по истории. Нам предлагается учебник за авторством Мединского и Чубарьяна, но я сравнил два этих учебника. Учебник для десятого и одиннадцатого класса Мединского и Чубарьяна и учебник для девятого класса Шубина. Очень большое количество материала, буквально дословно. Авторы нового учебника Мединский и Чубарьян взяли из учебника Шубина. Поэтому даже для тех, кто работает по современным учебникам, наш курс будет полезен. В качестве дополнительного учебника мы будем использовать тот учебник, который написан отцом и сыном сорокатюпами. Учебник для десятых и одиннадцатых классов за их авторством под редакцией Искандерова. Вот на эти учебники мы будем опираться, но вот что очень важно отметить. Наш материал это не пересказ и уж тем более не дословное цитирование указанных учебников. На основании этих учебников мы выстраиваем лишь план наших роликов и берем основные моменты, которые дополняем большим количеством материала, собранного из самых разных других источников. Ну вот необходимые предуведомления сделаны. Давайте теперь собственно к содержанию. Каким был мир на пороге первой мировой войны. Девятнадцатый век был веком, когда очень бурно развивалась европейская экономика. Европа вступила в эпоху капитализма, развитого капитализма и девятнадцатый век показал настоящий рывок европейских стран, а также некоторых заокеанских, ну например Соединенных Штатов Америки или Японии в области промышленного производства. Промышленное производство растет не просто количественно. Производится большее количество товаров. Происходит изменение качественное в этом самом промышленном производстве. Мир переходит к массовому производству большинства потребительских товаров. Если раньше в основном в массовом порядке производились только ткани используемые для одежды, то теперь почти все товары потребительские производятся в массовом порядке. Символом вот такого массового производства становится конвейер, который многие связывают с именем американского промышленника Форда. На самом деле не Форд придумал конвейер, нет. Конвейерное производство придумали до него, но Форд, создававший свои знаменитые автомобили, в начале 20 века очень успешно это конвейерное производство внедрил. И пример Форда стал для многих ориентиром, к которому надо стремиться. Еще одной характерной чертой европейского общества начала 20 века была урбанизация. Рост городского населения. В некоторых странах, как например в Великобритании, уже к концу 19 века жители городов в численном отношении, преобладали над жителями деревни. Растут большие крупные города, которые можно называть мегаполисами. Так, если в 1880 году в Европе насчитывалось всего 8 городов с населением свыше полутора миллиона человек, то к 1914 году их число увеличилось до 29. 29 городов имели население больше полутора миллионов. Резко ускоряется в начале 20 века научно-технический прогресс. Бурное развитие науки в 19 веке позволило совершить настоящие прорывы в некоторых дисциплинах научных. И это привело к развитию технических средств. В конце 19 века, в начале 20 века человечество получает очень многое из того, что сегодня кажется абсолютно естественным, а тогда выглядело абсолютной футуристической фантастикой. В 1888 году немецкий предприниматель Карл Бенц наладил серийный выпуск автомобилей. Сегодня автомобиль это очень привычная для нас картина. В 1895 году российский исследователь Александр Степанович Попов произвел первые успешные опыты по передаче радиосигнала. В 1903 году человечество впервые совершило управляемый воздушный полет. Американские воздухоплаватели, братья Уилбер и Орвилл Райты, подняли свой первый в мире самолет, который совершил первое воздушное путешествие, управляясь не силой ветра, как дирижабли или воздушные шары ранее, а управляясь силой мотора. В общем, на Западе шаг за шагом складывается цивилизация нового типа. Когда я говорю на Западе, я имею в виду не только страны Западной Европы, но и наиболее ведущие страны остальной части мира. Там, где перешли к бурному развитию капитализма. Это Соединенные Штаты Америки, это Япония. Так вот, в этих странах складывается цивилизация индустриальная. Индустриальная капиталистическая цивилизация, построенная на массовом промышленном производстве. Однако, далеко не все страны в начале 20 века вступили на путь бурного экономического развития. Мир развивался крайне неравномерно. Да, был экономический лидер Соединенные Штаты Америки. Доля США в мировом производстве в начале 20 века была наиболее значимой. Соединенные Штаты даже обогнали прежнего лидера, Великобританию. Великобритания вместе с Германией и Францией шли буквально в затылок Соединенным Штатам. Вот эти четыре страны США, Германия, Франция и Великобритания составляли четверку мировых экономических лидеров. Остальным приходилось их догонять. Странами второго эшелона, которые тоже вступили на путь капитализма, которые тоже довольно бурно развивали свое капиталистическое производство, были Япония, Австро-Венгрия, Швеция, Италия и, конечно, Российская империя. Правда, их уровень экономики, несмотря на то, что в некоторых из них были очень быстрые темпы развития, все-таки был существенно ниже, чем у мировой четверки лидеров. А вот в странах Азии, во всех странах Азии, кроме, пожалуй, Японии, в странах Латинской Америки сохранялось традиционное общество, построенное в первую очередь на сельскохозяйственном производстве. Сохранялась аграрная цивилизация. Нет, там, конечно, создавались промышленные предприятия, но массовая индустриализация в странах Азии и Латинской Америки к началу 20 века еще не началась. И практически не было промышленного производства в Африке. Африка оставалась континентом, который жил, ну, где-то между первобытным строем и очень развитым феодализмом. Вообще-то Африка была практически полностью поделена к началу 20 века между крупнейшими европейскими державами. Вся Африка превратилась в чью-нибудь колонию, но белые люди, взявшие господство над варварской чернокожей Африкой, не очень-то стремились развивать там местную промышленность, ограничиваясь только теми предприятиями, которые нужны для добывания ресурсов. Африка в этом смысле была наиболее отсталым регионом мира в этот самый период. Вот те ученые, которые изучали развитие капитализма, ученые-экономисты, заметили, что капитализм развивается через время от времени повторяющиеся цикличные кризисы. Когда рост производства сменяется его довольно резким спадом, поскольку мир становился все более глобальным, все более взаимозависимым, то такие кризисы в 19 веке стали носить мировой характер. Логика капиталистического производства основана на свободной конкуренции, на борьбе производителей и продавцов за наиболее благоприятные для них условия производства и продажи каких-либо товаров. В конкурентной борьбе гораздо лучше себя чувствует крупное предприятие, поэтому неудивительно, что весь 19 век идет концентрация капитала. Капиталы сливаются в крупные монополии. Такие большие предприятия, которые забирали под себя существенную долю рынка тех или иных товаров, а иногда просто полностью этот рынок забирали под свою власть, многими воспринимались как горькое, но необходимое лекарство против циклических кризисов капитализма, кризисов перепроизводства. Стихийное развитие капиталистической экономики приводит к тому, что время от времени рост производства переходит в резкий его спад. И вот такие циклические кризисы в 19 веке стали носить мировой характер. Казалось, что крупные монополии, более устойчивые к внешним воздействиям, станут панацеей от таких кризисов. Однако ни концентрация производства, ни неограниченная конкуренция, как выяснилось, не способны вот эту капиталистическую проблему, внутреннюю проблему преодолеть. И серьезные экономические кризисы начала 20 века это продемонстрировали с пугающей ясностью. Серьезным кризисом был кризис 1900-1903 годов. В 1907 году кризисные явления снова охватили большинство западных стран. Во многих странах, в том числе и в странах наиболее передовых в тот период, значительную роль в развитии капиталистических отношений играло государство. Для того, чтобы производить массовую продукцию, нужны заводы. Заводов нужно много. Строить заводы дорого. Для того, чтобы произвести индустриализацию, необходимы огромные средства. И далеко не во всех странах частный бизнес мог вот эти вот средства, вот эти капиталы для индустриализации предоставить. На роль частного бизнеса заходило государство. У государства ресурсов было существенно больше. И такие капиталистические страны, как Италия, как Российская империя, как во многом Германская империя, действительно свой промышленный рывок совершали за счет использования государственных ресурсов. По большому счету, государственная власть играла на пользу тем складывающимся крупным монополиям, которые господствовали на капиталистических рынках. И вот здесь вот мы с вами видим, как к концу 19 века, к началу 20 века, складывается новая высшая форма капитализма, которую одни исследователи называют государственно-монополистический капитализм, а другие называют словом империализм. Теория империализма, как высшей стадии развития капиталистической экономики, была разработана многими учеными, в первую очередь, конечно, Владимиром Ильичом Лениным, который четко выделил несколько основных признаков стадии империалистической. Первый признак – это сверхконцентрация производства в рамках крупных монополий. Во-вторых, это сращивание двух форм капитала – промышленного капитала и капитала банковского. То есть мы получаем крупные корпорации, которые находятся под контролем крупных банков, и крупные предприятия и крупные банки сливаются между собой в трогательном единении. Ну вот, например, сегодня у нас есть добывающая нефть компанию «Газпром», имеющая собственный банк «Газпромбанк», один из крупнейших банков России. Вот такое сращивание промышленного и банковского капитала называется финансовым капиталом. Господство финансового капитала – это второй признак империалистической стадии развития капитализма. Третий признак – это превращение вывоза капитала из страны в преобладающую форму внешнеэкономической деятельности. То есть вывоз капиталов превосходит вывоз товаров. То есть из страны в гораздо большей степени выводятся деньги и вкладываются в производство других стран. И даже такие крупные экспортеры, как Британия, США или Германия столкнулись именно с этим. Тамошние предприниматели охотно вкладывали деньги в приносящий прибыль и бизнес в других странах. Ну и наконец четвертый признак империализма – это борьба за передел мира. Крупнейшие державы, которые к концу 19 века уже по сути разделили между собой мировой пирог, превратив весь остальной мир в своей колонии, по-прежнему испытывали острую необходимость в рынках сбыта своей продукции и в источниках ресурсов для своего производства. А поскольку нужны новые рынки сбыта, нужны новые источники ресурсов, а мир уже поделен, то мир необходимо переделить наиболее сильные и агрессивные из держав начала 20 века, были готовы к серьезным войнам за то, чтобы получить доступ к новым рынкам сбыта. Получается, что капиталистическая конкуренция перешла от уровня отдельных компаний на уровень целых государств. На межгосударственном международном уровне мы сталкиваемся в начале 20 века с той же самой капиталистической конкуренцией. По сути дела государства, государственные власти Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии, Российской империи, других более или менее развитых стран мира находились на службе у своего крупного капитала и действовали в интересах собственных корпораций. Мы с вами уже говорили о серьезных кризисах в международной политике, которые случились в конце 19 в начале 20 века. Это как раз проявление такой межимпериалистической борьбы. Кому интересно, можно посмотреть последнюю нашу лекцию из цикла «История нового времени» про международные отношения в конце 19 в начале 20 века, там это разобрано подробно. Но не только международные политические кризисы мы наблюдаем в этот период. Кризисы иногда перерастают в первые империалистические войны. Такими империалистическими войнами, войнами за передел мира стала Испано-Американская война 1898 года, Англобургская война, Вторая Англобургская война 1899-1902 года, Русско-Японская война 1904-1905 года, Итало-Турецкая 1911-1912 годов. Крупные страны стремились к переделу мира, к захвату рынков сбыта и источников ресурсов. И в этом смысле Первая мировая война стала просто логическим продолжением вот этих межимпериалистических противоречий, которые скопились между крупнейшими державами. Понятно, что вот в этой сложной международной обстановке начала 20 века державы пытались найти себе союзников, поэтому на карте мира складываются такие крупные империалистические блоки. В 1882 году военный оборонительно-наступательный союз заключили между собой Германская империя, Австро-Венгерская империя и Италия. Эту коалицию принято называть Тройственным союзом. Их оппонентами стали Франция и Россия и примкнувшая к ним Великобритания, которые в конце 19-го, начале 20-го века заключили целую серию договоров русско-французских, франко-английских, англо-русских, которые привели к появлению еще одного блока государств. Он получил название Антанта, от французского Антанкордеаль, то есть сердечное согласие. Бурное развитие капитализма привело в Европе к появлению новых слоев в обществе, которые стали играть все более и более значимую роль. Первый слой это, конечно, буржуазия, то есть владельцы предприятий, капиталисты. А второй слой это те, за счет кого владельцы предприятий, капиталисты, собственные получают свою прибыль. Это наемные рабочие. Положение рабочих в 19-м, в начале 20-м века в большинстве стран мира было крайне тяжелым. Не случайно в науке было принято называть вот этот рабочий класс пролетариатом. Пролетариат, если вспомнить происхождение этого слова с латинского языка, означает тот, у которого нет ничего, кроме собственных детей. Эту фразу переначивали в свое время, сказав о том, что пролетариату нечего терять, кроме собственных цепей. Действительно, жили рабочие в тяжелых условиях и работали в тяжелых условиях. В течение 19-го века в большинстве стран мира рабочий день составлял 14-16, иногда до 18 часов. Активно использовался низкооплачиваемый труд женщин и детей. Рабочих обкладывали штрафами за малейшее нарушение. Какие-либо социальные гарантии в виде пенсии по старости или по инвалидности, в виде больничных листов, оплачиваемых для тех, кто заболел на производстве. Этого, конечно, не было. Быт рабочих тоже был крайне и крайне тяжел. В быстро растущих городах рабочие были вынуждены удовольствоваться обычно каким-нибудь съемным жильем. Причем зачастую это был не дом, который они снимали, на это у них денег не хватало, не квартира даже, а просто угол в каком-нибудь рабочем бараке. Но вот такие вот тяжелые условия для человека, они невыносимы. И человек начинает бороться за свои права. Весь 19 век с ростом рабочего класса нарастает и борьба рабочих, рабочее движение за свои права, за сокращение рабочего дня, за повышение заработной платы, за социальные гарантии. Облегчало борьбу рабочих то, что вот в этот период, в империалистический период развития капитализма рабочие были сконцентрированы на крупных предприятиях. Они, по сути дела, совместно работали в огромных цеках, огромных заводах, а потом еще и жили тоже совместно в рабочих поселках, в рабочих кварталах, в рабочих бараках. И это способствовало объединению рабочих. По сути дела, мы здесь видим очень любопытный парадокс. Капитализм сам выращивает своего антагониста, сам способствует тому, чтобы рабочие объединялись, сам выращивает того, кто когда-то этот самый капитализм просто похоронил. Рабочий класс все острее ощущал несправедливость капиталистического системы экономического устройства. Это несправедливо, что работают одни, а прибыль получают другие. Это несправедливо, что одни богатые и живут в условиях сверхпотребления, а другие еле-еле сводят концы с концами. Поэтому неудивительно, что рабочий класс стал классом революционным. Рабочие стремились к изменению общества. Именно среди рабочих активно распространяются социалистические идеи. Идея о таком устройстве общества, которое не будет предусматривать эксплуатацию человека человеком, в котором экономика будет находиться под контролем трудящихся, а не тех, кто их труд эксплуатирует. Вот такое общество называется социалистическим или коммунистическим. Распространение социалистических и коммунистических идей среди рабочих привело к появлению тех политических сил, которые стали эти интересы выражать. Это в первую очередь социал-демократические партии, которые в конце 19 века, в начале 20 века появляются практически во всех крупных странах Европы. Рабочие организации, рабочие партии еще в середине 19 века начинают объединяться и на международном уровне. Мы с вами говорили в предыдущем курсе, что в 1864 году было создано первое международное товарищество рабочих, знаменитый первый интернационал, в создании которого сыграл огромную роль выдающийся немецкий философ Карл Маркс. Этот интернационал, это международное товарищество рабочих, в своем первом издании просуществовал до 1876 года, потом под грузом внутренних противоречий самораспустилось, а вот в 1889 году, уже после смерти Маркса, был создан второй интернационал объединения рабочих партий и движений разных стран. Он просуществует до 1914 года и распадется только с началом Первой мировой войны. Но внутри социал-демократического движения, которое во многом было построено на идеях Маркса, на теории марксизма, были свои собственные противоречия, были свои собственные споры и дискуссии, которые привели к тому, что социал-демократическое движение в мире раскололось на марксистов-революционеров и на социал-демократов-реформистов, которые говорили о том, что для переустройства общества революция не нужна. Но не только социал-демократы говорили о социализме и стремились удовлетворить интересы рабочего класса. Еще одним очень интересным движением было движение анархосиндикализма. Анархосиндикалисты полагали, что в ходе революции капиталистическая система и государственная машина, которая эту систему охраняет, вместе со своим бюрократическим аппаратом, будут разрушены. А предприятия, промышленные предприятия, заводы, фабрики, перейдут под управление рабочих организаций, профсоюзов, органов самоуправления, то, что стали называть синдикатами, то есть объединениями. Анархосиндикалисты выступали за общество свободных и солидарных людей, которые не находятся под прессом государственной власти. Вот такое вот устройство общества, где добровольное объединение граждан, способное наладить между собой кооперацию, сотрудничество, взаимодействие, и в котором нет нужды в государстве, они называли анархией. Слово анархия в переводе с греческого означает безвластие. В принципе и марксистское учение говорило о том, что капиталистическое общество будет обществом без государства. То есть противоречия серьезного между анархистами и коммунистами по целям не было, а вот посредством – да. Марксисты говорили, что для того, чтобы построить коммунистическое общество, то есть общество социализма в его высшей форме, государственная власть необходима. Этот аппарат принуждения необходимо использовать, чтобы трансформировать человечество. Анархосиндикалисты в этом смысле были более возвышенными людьми, которые говорили, что государственную власть надо просто уничтожить, и люди без нее спокойно обойдутся. Однако не только социалистическими идеями было переполнено общество того времени. Среди населения наиболее развитых стран в это время буйным цветом расцветают идеи национализма и даже шовинизма. Это неудивительно. Буржуазия этих развитых стран сталкивалась с серьезной конкуренцией со стороны буржуазии других государств. И естественно в этой конкурентной борьбе хотела победить. Вот такая международная конкуренция между крупными капиталистическими державами приводила к формированию идей национализма. Национализм это идея приоритета интересов собственной нации над интересами всех остальных наций и народностей. Нация это понятие довольно расплывчатое. Многие авторы по-разному ее пытаются описать. Но мне кажется, что наиболее адекватным является понимание нации как общности людей с общей историей государственной и с общим экономическим пространством. Ну плюс конечно культура, язык, национальные традиции. Но в первую очередь это общая экономика и общая историческая государственная судьба. Поэтому слово нация можно соотнести со словом государство. Такие националистические идеи были характерны не только для буржуазии. В начале 20 века мы видим, что и немалая часть рабочего класса, и крестьянства, и интеллигенции в разных странах Европы и мира были заражены вот такими националистическими настроениями. Это неудивительно, поскольку многие крупные державы могли позволить, чтобы часть получаемых их прибыли шла на улучшение условий своего собственного рабочего класса. Не случайно британский политик Сесель Родз как-то говорил, что империализм это лучшее средство от внутренней революции. Фактически внешняя экспансия приводила к тому, что эксплуатация собственного рабочего класса в наиболее развитых странах потихоньку снижалась. А значит эти люди в меньшей степени испытывали тяготы и проблемы и были заинтересованы в том, чтобы их государство было еще более сильным и могущественным. А значит может быть их собственная эксплуатация будет немножечко более легкой. Вот такой национализм в своем крайнем проявлении превращался в шовинизм. Идеологию не просто приоритета и интересов, идеологию национального превосходства, при которой люди, которым повезло родиться именно в нашей нации, объявлялись уже вот просто по факту этого рождения людьми высшего сорта. А на все остальные нации смотрели несколько свысока. Вот такой шовинизм это очень питательная почва для того, чтобы вырастали всякие разные уродливые концепции фашистов, национал-социалистов, расистов и так далее. Теперь давайте немного отличаемся от Европы. Начало 20 века это очень любопытный процесс, который Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ назвал пробуждением Азии. В 1905-1913 годах по азиатским странам прокатилась целая волна революции и волнений, которые были связаны с тем, что общество этих стран осознавало необходимость модернизации. Персия, Китай, Османская империя отстали в своем развитии от стран Европы и по сути дела в конце 19 века превратились в полуколонии крупнейших европейских держав. Местные правительства понимали, что нужна модернизация по типу европейской, а это всегда приводит к серьезным социальным потрясениям, к серьезным социальным последствиям. Разоряется крестьянство, которое недовольно тем, что приходится переселяться в города и тяжелым трудом добывать себе пропитание. Формируется в процессе модернизации собственная национальная интеллигенция, как раз и пропитанная таким националистическим, иногда шовинистическим духом. А военные в этих странах, понимая, что они уступают по своей боевой мощи военным крупнейших европейских держав, тоже заинтересованы в ускоренной модернизации, потому что иначе мы будем захвачены врагами. И все это приводит к целой серии революционных выступлений. В 1905 году начинается революция в Иране, в 1908 году происходит младо-турецкая революция в Османской империи, политическое движение младо-турков свергает Османского императора. В 1911-1913 году происходит Сенхайская революция в Китае. В Индии крупных революционных событий не происходило, но там тоже действовали свои довольно революционные силы в виде местной партии Индийский национальный конгресс. Обо всем этом мы говорили в своих лекциях, посвященных 19 веку. Азия пробуждалась и в 20 веке страны Азии будут играть довольно большую роль в том, что будет происходить в мире. К 1914 году противоречия между ведущими империалистическими странами обострились настолько, что единственным их возможным разрешением должна была быть глобальная мировая война. Она начнется 1 августа 1914 года. Уже потом, когда война закончится, многие историки будут повторять красивую фразу, сказанную одной исследовательницей. Этой войны никто не хотел, поэтому война была неизбежна. Я бы, описывая мир начала 20 века, привел бы несколько иную метафору. В 1912 году в свое первое трансатлантическое путешествие отправился роскошный, блестящий корабль, который был вершиной технологии западного индустриального мира, вершиной роскоши, предназначенной для господствующего капиталистического класса. Вы все знаете название этого корабля. Это был корабль Титаник, построенный компанией White Star Line. И вы наверняка знаете, чем закончилась история Титаника. В своем первом и единственном плавании он столкнулся с айсбергом и затонул. Вот таким айсбергом, о который разобьется блестящий 19 век, стали межимпериалистические противоречия крупнейших держав, которые привели к Первой мировой войне, о которой мы поговорим на следующем видео уроке. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok